Меня, кстати, часто спрашивают, как пальцами хрустеть полезно или вредно. Мы слышали, что очень вредно. Мастер Го, скажите свое веское слово. Сейчас, сейчас. Оставайтесь у экранов, сейчас скажем. Ну, готов. Друзья, очень просто, очень просто крутить пальцами. В том-то и проблема, что для кого-то это полезно, а для кого-то это вредно. Критерии. Вот даем простой критерий. Вот смотрите, когда вы чувствуете или видите, что у вас или у кого-то вот это вошло в такую, знаете, привычку. Вот человек просто автоматически по привычке это делает. То это действительно делать, наверное, вредно. Почему? Потому что любой стереотип, друзья, вы же знаете, только начни его делать. Почему стереотип вредный? Потому что ты начал его делать, и потом ты его не видишь. Понимаете? Представьте себе, как вот машину ведешь, но с закрытыми глазами. Вот так же любой стереотип. Он вас куда-нибудь до добра не доведет. Вот и все. А теперь смотрите. Вот если вы действительно почувствовали, вот палец сказал, вытяни меня, вытяни меня из суставной сумки. Если попросил у вас палец, ну вытяните его из суставной сумки. И вот смотрите, когда бы вас палец попросил, тоже критерий. Щелчок не обязательный. Необязательный элемент. Вы пальцу уделите внимание. Он вас попросил не о щелчке. Он вас попросил о внимании. Уделите ему это внимание. Поиграйте с ним чуть-чуть. Палец вас попросил. Ваш палец, он вам еще в жизни много раз поможет. Много раз пригодится. И что-нибудь важное может быть от него зависит. Понимаете? Просто? Вот. Просто. И еще, смотрите. Страха не надо иметь. Вот почему? Сейчас скажут. Скажите однозначно. Нет. Вот стоит сказать однозначно нет. В чем проблема? У вас будет страх. Страх. Допустим, даже вы никогда не будете своими пальцами хрустеть. Но когда вы увидите, как человек там хрустит пальцами, у вас будет ужасно страшно вам. Понимаете? За него там, за себя. Вот это вот не надо. Понимаете? Мастер Го, я хрустанул пальцем. Что со мной будет? Понимаете? Вот этого страха быть и ножом. Ничего с вами не будет. Ничего. Ничего не будет, если вы хрустанули пальцем или каким-то суставом. Хруст в суставе, это не значит, что там сломались все хрящевые перегородки и наросшие хрящевые лабиринты. Нет. Он вообще может быть связан с очень многими. Понимаете? Хрустов бывает очень много. Просто в нашем мире уже в семье у меня не осталось людей, которые вот по хрусту пальцев могли бы сказать, по тональности хруста, да? Но я вам говорю простую вещь. Пальцы не хрустят только в двух случаях. В случае первый у вас все идеально. Идеально. И в случае второй у вас все уже такое запущенное, задавленное, что уже даже хруст невозможен. Выбирайте любой из этих случаев и вам никакой из них, наверное, да? Вот. Не подойдет. Потому что идеального, как мы понимаем, быть не может. Нужно будет постоянно чем-то заниматься. И то, вот чем больше занимаешься своими пальцами, тем дальше они это делали. Понимаете? Это вот совсем так. С ногами, с пальцами, со здоровьем. Поэтому не бойтесь. Не страшно хруст. Но и хрустеть пальцами можно обойтись и без этого. Вполне можно обойтись без этого. Но! Вот сейчас, чтобы уже совсем всех успокоить. Когда мастер Го был еще молод и занимался китайскими кунг-фу, он постоянно хрустел пальцами и постоянно хрустел всеми суставами, которые только у него были. Потом пересмотрел эти стереотипы и начал хрустеть изредка. Если вот это видео освободило вас от страха, поставьте ему лайк твердым, не хрустящим, красивым пальчиком. И мы любим вас на канале Мастер Го. И не бойтесь! Главное! Друзья, вот смотрите. Главное, работаем с нашими страхами. Не бойтесь! Надо? Мы еще одно видео запишем, более серьезное. Надо? Напишите в комментариях. И мы и запишем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!